Как в природе есть большие, славные и маленькие муравьи, так и в экосистеме, в экономической экосистеме региона должны быть и крупные проекты, должны быть крепкие середнячки, должно быть много малых пониманий. И от баланса этой экосистемы, от баланса наших отношений, многое будет зависеть. Мы прекрасно понимаем, сегодня много прогнозов на будущее, мэтры экономики, много публикуют в конце года опросов, приниматели об их ожидании на следующий год, на следующие годы. Мы прекрасно понимаем, что будем жить в непростой внешнеполитической, внешнеэкономической обстановке, это уже, я думаю, всем очевидно. Поэтому только внутренние идеи, только внутренние инициативы, только внутренний наш драйв способен вывести нас из состояния вяло-текущего экономического роста. Слава Богу, у нас в Тюменской области рост экономики чуть выше, чем в среднем по России, но мы понимаем, что нужно очень сильно двигаться для того, чтобы сохранить это. Мы многое говорим о создании стабильных условий для развития предпринимательства, и многое говорим о том, чтобы на много лет вперед зафиксировать, принять закон, указ о том, чтобы не ухудшать положение предпринимателей. К сожалению, так в жизни у нас не получается. Время, где-то принимаются решения, они обосновываются, но тем не менее, все мы понимаем, что легче предпринимателям не становится. Но у нас есть с вами наши региональные рычаги управления, я говорю по большому счету о уникальном налоговом режиме, который в Тюменской области много лет назад. Владимир Владимирович, я прошел нашими депутатами принят, я говорю о системе УСМ, годной системе для всех видов деятельности. И этот режим, этот закон наш областной, истекает, и его срок действия в 2019 году включить. Я считаю своим долгом, как недавно искренним депутатом в Тюменской области, внести в следующем году на первое заседание Тюменской областной думы законопроект по продлению этого режима в 2023 году. Нашу сегодняшнюю встречу мы предложили провести не в стандартном формате, когда человек выступает в этой программной речи и потом отвечает на вопросы. Хотя возможность ответить на вопросы, или возможность задать вопросы, и мне на них ответить будет. Мы предложили провести вот такой режим стратегической сессии, когда опытные предприниматели, начинающиеся с молодыми, имеют возможность наравне пообсуждать. Я считаю, что функция власти, она в некотором смысле сервисная. Мы должны придумывать, что делать и как помочь. Потому что мы иногда в желании помочь можем задушить в объятиях. Я считаю, что предпринимательское сообщество, наше Тюменское, это самая креативная часть нашего населения, которое способно четко формулировать проблемы, четко формулировать способы их решения. Причем очень важно, чтобы мы научились не просто решать каждую свою задачу, но могли найти системное решение, может быть ущерб, где-то ущерб своим личным обицам. Но системное решение для развития целых отраслей, всей нашей экономики. Поэтому самым лучшим способом найти такие решения, это собрать предпринимателей и вытащить из их умов, из их сердец, из их душ то, что реально может помочь, то, что реально беспокоит. Насколько я понимаю, первый подход с нарядом удался, вижу, что многое исписано. И сегодня, я думаю, что мы сможем с вами вместе пообсуждать и из большого многообразия идей выбрать те, которые возьмем в работу быстро, те, которые можно и нужно еще пообсуждать, обсчитать, наверняка будут предложения финансовые. Но в любом случае уверен, что все идеи пойдут на пользу развития нашей экономики и нашей экономики. Со своей стороны готов все идеи послушать, обсудить и взять в работу.